Познай мой дорогой брат, когда страх и любовь человека бывают обращены к созданиям, страх становится бедой и печалью, а любовь – несчастьем. То есть эти два чувства таким становятся. «Ведь человек, которого ты боишься, или какое-то сознание, которое ты боишься, либо не проявит к тебе милости, либо не услышит твоих просьб о сострадании. Личность же, которую ты любишь, либо не признает тебя, либо не снизойдет до твоей любви. Поэтому отверни свой страх и любовь от этого мира и созданий в нем, направив к мудрому Творцу, чтобы твой страх стал насладительным трепетом, бросающим тебя в объятия его милости. Подобно тому, как ребенок бежит в объятия матери». То есть страх перед Всевышним – это ничего-то такое темное и мрачное. На самом деле, опять же, его милость, не надеясь на его милость, направить этот страх, страх все равно есть. Его невозможно удалить. Его можно только направить. Направить его к Творцу – а он милосердный. То есть, например, ребенок, он своей мамы боится, но он же не страшным каким-то ужасным страхом боится. Так, опять же, с любовью как бы, да, укрывается на ее, желаясь в ласковой груди, боясь. Точно так же, бояться Аллаха – это и значит приближать к его милости в результате. Любовь же стала причиной вечного счастья. То есть, а если любовь направить ко Всевышнему, то это уже станет причиной обретения вечного счастья. И плюс еще, после того, как человек направил любовь к Создателю, ради него он без печали может любить уже другие создания. То есть, не ради их самих, а ради их Создателя он начинает их любить, и это становится наслаждением без печали.